Всероссийская гонка «Лыжня России» прошла в Денинском округе. Традиционный зимний забег считается одним из самых массовых спортивных мероприятий, проходящих в нашей стране. Северянам в этом году погода преподнесла настоящий подарок. И на старт любители лыжных гонок вышли вместе со всей страной. К большому зимнему празднику присоединилась и наша съемочная группа. Вот 11 человек. А на 10? А на 10? Сейчас я вам тоже скажу. На 10 5. Пожалуйста, дверь закрывайте. Участники лыжной гонки оценивают свои шансы на победу еще во время регистрации. В списках как имена известных окруженных лыжников, так и новичков. «Лыжня России» объединяет всех любителей этого самого популярного вида спорта. «Лыжня России» проводится уже в 30-й раз с 1982 года. И всегда является большим зимним праздником, в котором принимают участие и любители, и профессионалы. В Ненинском округе это соревнование проводится уже в 11-й раз. И сегодня в нем приняли участие более 300 человек. Забег прошел на лыжероллерной трассе в районе тепличного комбината «Солнышко». Впервые за несколько лет жители Ненинского округа вышли на самый массовый лыжный старт страны в единый день проведения соревнований. «Мы уже в третий раз являемся участниками именно всероссийского мероприятия. И впервые нам получается, что погода позволила провести именно в то время, когда стартует вся Россия. Ну, конечно, мы очень рады. Сегодня достаточно много участников, порядка 350 человек. Поэтому хочется пожелать всем получить удовольствие от хорошей погоды, от лыжни. Ну, просто, чтобы занимались спортом и были здоровы все». Среди самых младших участников – воспитанники детских садов города. Им предстояло преодолеть дистанции от 500 до 2000 метров в зависимости от возраста. Для достижения хорошего результата они, как и взрослые, много тренируются. «Мы готовимся все на занятиях на улице. Также у нас есть лыжная секция в пятницу. Родители нам помогают, бегают на рыжно-роллерной трассе. Также многие дети ходят в секции спортивные лыжные. И вот результаты у нас неплохие. Самое главное – участие в лыжне России». Не упал и дошел до финиша первым юный спортсмен Даниил. Ему всего 7 лет, и в этом году на лыжи он встал первый раз за пару дней до соревнований. Он безупречно преодолел дистанцию в 500 метров и поделился секретом своего успеха. «Просто надо толкаться палками и сильно стараться». Старты проходят один за другим с разницей в две минуты. Детям разных возрастов предстояло преодолеть дистанции от 500 метров до 2 километров. Взрослые лыжники состязались на дистанциях 5 и 10 километров. Для школьников гонка – еще одна возможность сдать нормативы ГТО. Анина Абакшина выбрала, по ее словам, самую оптимальную дистанцию – 2 километра. За победой спортсменка не гонится. Говорит, главное – дойти до финиша и получить положительные эмоции. «Ваша задача – стартануть и прийти к финишу. Не важно, какие. Первый раз вы идете. Но самое главное, чтобы вы дошли, чтобы вы почувствовали все это. И тогда вы уже будете знать, можете вы бегать на лыжах или нет. А участвовать надо обязательно. Это же все российские. Вся Россия бежит. Значит, и мы должны тоже бегать». Как и любое соревнование, зимний забег проходит под пристальным вниманием судей. Критерий оценки – один. «Главный критерий судейства. Как будете оценивать?» «Оценивается. Лучший результат. А те, кто хотел сдать нормы ГТО, у них по времени. Время будет у каждого участника обязательно. Первое, второе, третье место награждается. Для награждения будем определять». Призерам и победителям «Лыжни России» вручили грамоты Минспорта России, кубки и медали.